Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Два Боковых. Сейчас мы с вами рассмотрим бой Криса Юбинка-младшего против Лиама Смита, который завершился буквально несколько часов назад. У Криса Юбинка в углу был Рой Джонс Джуниор, и, в общем-то, он своей манерой напоминал Роя Джонса Джуниора. В общем-то, он владел инициативой первые раунды, и лучше двигался, встречал Криса, встречал Лиама Смита. Неплохо проходили комбинации, Лиам Смит пытался зацепиться, но, в общем-то, у него это не получалось. И казалось, что вот, в общем-то, Криса Юбинка подходит, стиль Роя Джонса, и он напоминает такого молодого Роя Джонса, и все хорошо, и контролировал действительно ход боя. Но начал он как молодой Рой Джонс, а закончил как Рой Джонс на закате своей карьеры. Старый Рой Джонс. В четвертом раунде Лиаму Смиту все же удалось зацепиться. Крис Юбинок так небрежно защищался, немножко отвернулся, пропустил сильный удар. За ним еще и еще. В общем, упал в тяжелый нокдаун, тяжело встал, и Лиаму Смиту не составило никакого труда закончить этот бой. Что хочется сказать по поводу этого боя. Про Криса Юбинка все-таки хороший тренер и хороший боксер не всегда одно и то же. Мы знаем, плохие боксеры зачастую становятся хорошими тренерами, а хорошие боксеры не всегда становятся хорошими тренерами. В общем-то, хороший боксер не равно хороший тренер. С Рой Джонса какой тренер, ну, в общем-то, тяжело сказать, но если вот смотреть по результатам Криса Юбинка, то не очень. Зачем, в общем-то, менять стиль Криса Юбинка, когда он уже состоявшийся боксер. И не просто состоявшийся, а топовый боксер. Тем не менее, Рой Джонс начал зачем-то менять его стиль под себя, и он напоминал не Криса Юбинка. Крис Юбинок напоминал не Криса Юбинка, а напоминал Роя Джонса. Ну, в общем-то, что из этого получилось, мы с вами увидели. Что касается Лиама Смита, то овации, молодец, классно сделал апсет. И, наверное, он сейчас второй, не наверное, а действительно он сейчас второй в рейтинге боксерек. И он после Головкина. И он может рассчитывать на титульные поединки. Наверное, даже против того же Головкина, если останется в этом весе. Если Головкин захочет боксировать. Ну, а так, молодец. Его карьера идет дальше, идет в гору. И он может рассчитывать на титульные бои. А если не титульные, то просто денежные бои. Что касается Криса Юбинка, что, наверное, ему все-таки... Он, я думаю, он, наверное, все-таки, по логике вещей, должен прекратить сотрудничество с Роем Джонсом. Потому что, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. И может закончить, как Рой Джонс на закате своей карьеры. В общем-то, не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. С вами был канал Два Боковых. Нравятся наши обзоры и наши комментарии. Опять же, подписывайтесь на канал и на Телеграм-канал. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорых встреч. А они с нами у вас будут на нашем канале. Скоро будут новые видео. Спасибо всем. Пока. Всем бокс. Продолжение следует...